Валерия Сёмина Нина Дилон Здравствуйте, девочки Здравствуйте, девчонки Привет, парень Нина, как день рождения закончился? Вот я вчера ушёл И что там дальше было? Ой, молчи, молчи Всё было очень хорошо Прекрасно всё было То есть всё, что хотелось, всё исполнилось То, что я запланировала И когда вот это получается, я такое удовольствие получаю Другого удовольствия мне не надо Что я звучала Что звучали мои друзья Что артистов принимали хорошо Зрители Это самое важное, что аншлаг был Понимаете, для артиста это подарок Когда в зале аншлаг Вот Мы попросим потом рассказать Жанну Благодаря чему создаются аншлаги на таких концертах Конечно, есть секреты Есть секреты У нас всегда есть свои секреты Жанночку надо представить нам, да? Ну, мы её представим Девушка в чёрном, Жанна Дзимовичка Она, у неё своё агентство, которое называется «Карусель» Находится в Подмосковье, поэтому уж куда ближе к Подмосковью Да, самые близкие это вы у нас оказались Значит, у нас есть свои секреты по организации концертов Я очень давно знакома с Ниной Очень давно, когда ещё начиналось это творчество Хотя она поёт всю жизнь И я надеюсь, что на сегодняшний день достигает всё выше и выше каких-то вершин Благодаря тому, что зрители объединяются Поклонники определяются И ещё самое главное, что всё-таки это международная культура Люди грамотные, всех очень ценят Продвигаются какие-то дальнейшие проекты Давай что-нибудь споём Так что, да, конечно, надо попробовать Там восемь языков есть в наличии Девушка, владеющая восьми языками Прямо практически как Владимир Вольфович Жириновский Причём он меньше знает, ты больше знаешь Давай споём что-нибудь французское Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Которые просили мои друзья А моя концертная программа Немножко по-другому выстроена Но я тоже пою там ассирийскую песню Потому что я как бы рассказываю Вот скажи, вот песня, которая называется Ни о чем не жалею Она на каком языке? На французском У тебя в основном вот сейчас Прет из тебя Франция Да А расскажи, а почему вот? Ну вот я всегда рассказываю на концерте Что в принципе мои корни восточные Я ассирийка И сто лет назад Вот сейчас история опять повторяется Более жестоким сценарием Сто лет назад мои предки покинули Не по своей воле территорию Турции Там были плотные населения Ассирийцев Это геноцид Не только армян резали Но и ассирийцев и греков резали И вот мои предки попали в Марсель Вот французская корабль Там часть бежали на Кавказ Часть бежали в Европу И вот мои предки попали в Марсель И там вот родилась моя мама Мне было три года Когда мы приехали в Россию Потому что папа мой был профессиональный боксер И вообще ассирийцы очень любят Россию Вот любят Я говорю Зачем мы приехали Ну вот мы любим Россию Вот они считают Что это самая главная страна в мире Это вот у ассирийцев такое понятие Но это правильно Да Я согласна Я согласна с этим И я всегда говорю Что я горжусь тем Без пафоса Что я вот люблю И знаю русскую культуру Которую я могу представить в Европе Здесь я больше на французском Итальянском Испанском пою Но ты живешь вот в России И в Москве А бываешь часто там В Марселе Во Франции В Европе В Европе, да Бываю Вот недавно я вернулась из Словакии Вот там я подготовила Небольшой русский блок Потому что у меня есть немножко романсы русский И туда я добавила Вот те песни Которые любят в Европе Подмосковные вечера Потом это Вечерний звон И ой Прямо принимали Это хорошо Помимо Франции Италии Добавила вот немножко Жанна Ты нам сделаешь гастроли совместные Ну постараемся, конечно А есть с чем объединяться А вот ни о чем не жалею Вот давай споем эту песню Есть какая-то история у этой песни? История Вот связана именно с тобой Ой, ты знаешь Это как будто песня про меня Да? Если я начну рассказывать Это до утра Потому что я вернулась в творчество С таким немножко Мучительным состоянием Потому что у меня был перерыв В 15 лет Такой мучительный Когда я понимала Что я погибла как певица И вдруг И вдруг А с чего это вдруг? Ну вот такой муж у меня был Отвлеклась От творчества Да ну Семья Семья Дети Сами понимаете А начало было такое Прям мне Что ой, звезда будешь Лучше Пугачевой Какой там Семейная жизнь И так далее И все это И ушло куда-то А потом Почему-то вот Видимо я очень страдала И все время туда Смотрела И говорила Что же мне делать? Я видимо их там достала И они меня взяли за шиворот И в 96-м году У меня был такой разворот Резкий Что я даже испугалась Валера Я подумала Боже мой Куда меня судьба несет? А я чувствую Что я уже не принадлежу себе Притом я отрабатываю Именно вот Франция Эдит Пиаф Это мечта моего детства То есть материализовалась Мечта моего детства Так это же хорошо Отлично И ни о чем не жалею И я ни о чем не жалею Ни о чем не жалею Мечта моего детства Боже мой детства Я не spit Мечта моего детства Звучит музыка. 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 Я думаю, я подала туда заявку, меня взяли, потом я пожалела, я хотела туда убежать, оказывается, я оказалась необычной, меня взяли. И когда я себя увидела в телевизоре, я сказала, боже, как же ты помогла себя погубить. И тогда, тогда, где этот дядя? А я вот, понимаете, вот это телевидение, вот это, когда ты увидела себя со стороны на телевидении, я поняла, что, и вот пошло-пошло, хочу петь, хочу петь, и пошло-пошло-пошло, и началось вот это с нуля. Все с нуля. Это уже сколько получается? В 96-м году. Это вот парад планет был, и у меня крыша поехала. Десять лет уже, да? Нет, больше, уже 20 лет. Ну ты понимаешь, я же перерыв имела огромный, я пошла в ГИТИС учиться, я не испугалась 20-летних детей, я с ними училась очень хорошо, и постоянно до сих пор учусь. — Слушай, а вот дети, семья? — Ну вот дети уже были взрослые, немножко постарше уже, как бы, пеленки-то не нужны были, и уже я вот начала думать о том, что все-таки надо реализовывать свою вот эту мечту. — Героиня, героиня. Нет, вот потому что вот многие, знаешь, опускают руки, я знаю таких людей, ну о чем вот эта семья засосала? Мне кажется, если призвание дано вот свыше, да, петь, так надо петь, надо использовать все возможности. — Да, а потом, понимаешь, мне кажется, что ты меня останавливаешь, потому что я философствовать могу до утра, просто я поняла, что это просто какой-то новый уровень духовного роста, потому что я не ставила цель стать звездой, потому что когда я начинаю звездиться, мне сразу кнутый пряник, мне по голове бьют сразу там, и я сразу сажусь на место. Поэтому вот я это расценила, этот подарок судьбы, что я иду в музыку, что это вот какой-то новый уровень духовного роста. — Вот я хочу сказать, дорогие друзья, вот наберите в интернете Нину Дилон, очень много хороших записей, и вот вчера я просто впервые услышал, правда, живью? Нет, я слушал, мне Жанна говорила, все-таки живое совершенно другое ощущение. — Конечно. — Там был живой оркестр, там музыканты трое сидели, играли, просто великолепно. Я когда вот пришел, я как-то думаю, а как я вообще тогда выйду на сцену, правда. Я на сцене уже 30 лет. — Валера, я вас видела в Кремлевском, я была восторг. — Я каждый раз волнуюсь. — Я Жане сказала, он уникальный музыкант. — Да бросьте вы меня хвалить-то. — Нет. — Сюда приходят, на самом деле, в эту студию, к уникальному музыканту, не менее уникальные гости. — Поэтому и собирайтесь вместе, потому что все уникальные. — Нас влечет друг к другу творчество. — Конечно. — Итак, слушай, вот мы сегодня ближе к розовым, а я знаю, у него песня такая «Жизнь в розовом» или что-то музыка. — Да, да. — Не зря же так вот. — Да. — Вообще розовый цвет — это энергия любви. Современные понятия неправильные. — Это не поросячий, нет? — Нет, 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 конечно. — Даже я называю «любовь в розовом свете». Я не «цвете» говорю, а «свете». — Это тоже на французском? — Это я так перевела уже на уровень духовный, да. Потому что песня уникальная, ее написала Эдит Пиаф, и она настолько любвеобильная, что я даже вот, мне кажется, вот как бы, когда вот мужчина и женщина любят друг друга, вот эта песня такая же, как будто вот я люблю кого. — Все, начинаем, начинаем, начинаем. — Все в розовом свете. — Поехали. — Поехали. — Поехали. — То есть в розовом свете. — А можно Выше представить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 что я еще и как бы певица, но я еще тоже, я тоже и Жанна, и я вообще с нуля начинала организовывать свои концерты. Как слепой котенок. Вот я тыркалась, пыркалась. У меня такая судьба. Валер, я выхожу петь, и люди, мы идем на ваши концерты. И я поняла, что, понимаете, да, листовочка, да, там реклама, да, там это, но пока ты живьем не выйдешь, как, знаете, люди должны попробовать. Все-таки сарафанное радио срабатывает. Сарафанное радио работает, да. Ну, тут все в комплексе, Валер. Ну, я молодой, у меня еще, у меня только 4 года. Да, да. В новом качестве. Точно, точно. Обаяние, стремление, все равно. Сейчас, конечно, очень много артистов, много предлагают, особенно Москва, она избалованная, поэтому здесь надо, конечно, индивидуально подходить к каждому артисту и сбору зала, конечно, индивидуально. Интересно, вот твоя жизнь там. Ты в Париже жила вообще, говорит, во Франции много, длительное время? Нет, длительное время не жила. А где ты жила? Я в основном в России живу. В основном, да. Хорошо. А как на гастролях принимают? Вот, например, когда ты поешь русский, вот ты говоришь, у вас Словакия была? Да. Я там просто интересный людям, потому что нас вот, на самом деле, слушают жители Подмосковья, а смотрят нас весь мир. И особенно люди, которые живут в провинции, ну, где-нибудь, в каком-нибудь городе, там, они же вообще не знают, что происходит. Тем более, как бы, кто что по телевизору показывает, это понятно. Но нас же с тобой не показывают часто по телевизору. Да. А поем мы с тобой неплохо, между прочим. Даже у вас своя публика, между прочим, свой зритель. Поэтому вот отношение к русскому голосу, к русскому, не знаю, к русским словам, к русским песням, вот как в Словакии, например, было у тебя? Вы знаете, они чувствуют искренность, они чувствуют мой голос, тембр, как француз они мне сказал, твой тембр всё закрывает, даже твой лёгкий акцент французский. То есть они, они же чувствуют, что я и говорю, что я же не француженка, но мои варианты, например, во Франции, мои версии Дит Пиафы, я же её не копирую, я не понимаю, они все почему-то там начинают вот это вырыгивать, вот это вот. Подражать. Да, подражать. И я говорю, а почему они подражают? Говорят, такая задача стоит. Я говорю, я такую задачу не ставлю, мне просто вот, я пою. И им очень нравятся мои версии Дит Пиафы, очень нравятся. Вот. И, а в Словакии, в Словакии там публика особенная, они очень любят Россию. И поэтому, ну, а так как я пою мировые хиты, ну, я пою их индивидуально, я не повторяю там того же Марио Ланца, Ари Ведерчи Рома, я свой вариант сделала. Поэтому хорошо принимают. Вот. Всё-таки, знаешь, Валера, вот тембр голоса очень сильно влияет. А потом я же это прям вот... И ещё, и самое главное, не только тембр. С молоком матери всё это. А душа, душа. Душа. И вот я буквально, когда несколько дней назад выложил, ну, в интернет выкладываем все свои какие-то записи, и у меня вот один концерт получился очень хорошо, мне нравится по звуку, потому что звук обычно хромает везде, на концертах. А тут, и мне из Америки пишут, мы, говорит, ничего не понимаем, но чувствуем, что это хорошо. Вот то же самое. То есть, главное, это вот именно тембр, а тембр идёт всё равно от души. Конечно. Нет, тембр дан Богом. А то, что от души, это действительно... Я тоже, знаете, вот одно время очень пыталась силу голоса показать. Да кому это надо? Вот именно. А иногда человек споёт шёпотом. И сразу слёзы. И плакать. Понимается. И поэтому мы сейчас исполним самую хитрую, нетленную песню про Голубку. О-о-о. Вот так она сказала. О-о-о. И мы сейчас начинаем. Вообще, Валера, я ничего не пою по заказу. Вот эта песня тоже отдельной историей до утра рассказывать не будем. Просто скажу, что народная кубинская песня, которая летает по миру больше двухсот лет. Её знают все. И вот опять я полгода плакала, пока вот её взяла в репертуар. То есть, понимаете, вот у меня все песни, почему-то вот я должна прям выстрадать их. Вот тогда я пою страстно, с любовью. Итак. И вот так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok 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 поет. А у меня были арабские корни. Там немножко было. И вот эта вибрация, оказывается, чисто восточная. Вот это вот частая такая вибрация. Вот. И мама, конечно... Мама больше пела национальные песни, но вот когда она начала петь на французском, прям я... Вот я от нее очень много вот это вот Ари Ведерчи Рома, итальянские песни она пела. Гуд бай, юре буай. Вы такие домашние посиделки. Вот фетучини, вино. А что вы? Она у нас не запланирована была, да? Нет. Слушай, а мне нравится то, что вот когда я недавно был в Италии, заказывал себе баян новый. И вот я просто там уже туда езжу последние лет... Ну, с 94-го года, не помню. Каждый год. Потому что я люблю эту страну. Ну, и вот едешь в электричке, и вот... О чем бы ни говорил итальянцы, все равно к еде все. К еде. Вину, сколько кто съел, кто что вчера ел, сегодня что будет ездить. Ну, там вообще такая... Макаронники. Да, да, да. Ну, у них и кухня такая. Да, конечно. Интересно. И вообще, вообще, вот говорят, что русский язык и итальянский очень... То есть вот когда даже русские начинают говорить по-итальянски, не занимаясь, почти акцента нет. То есть настолько у нас языки вот... А я еще хочу сказать, фабрика в Кастель-Фидардо называется Менгощини, но это фамилия мастера, который как бы хозяин этого, Нелло его зовут. Ему 82 года. У них традиции как бы... Сын работает, второй сын, там, жены, дети. Какие традиции в Европе у нас уничтожены? Я когда выбирал себе инструмент новый, я там, ну, играл, и я запел песню. Услышь меня, хорошая, услышь меня, хорошая... На его баяне стоят. И я что-то играю, играю, и вдруг смотрю, он уже... Он медленно так подкрадывается, стоит и слушает. В 82 года человеку. И он плакать стал. Я говорю, я говорю, что ты платишь-то? Он говорит, слушай, какая красивая песня. Наверное, о любви. Я говорю, конечно, началось. Мелодика красивая. А что ты эту песню вообще забыл даже? Надо было в Словакию привезти. Но мы вот на солнечную Италию, а у нас на дворе-то зима, поэтому падает снег. Да, падает снег. Поехали. Падает снег. Переведу немножко. Падает снег, ты не придешь в этот вечер. Падает снег, и мое сердце в отчаянии. Вокруг холодная тишина, и этот бесконечный снег. Падает снег, и мое сердце в отчаянии. Падает снег, ты не придешь в этот вечер. Падает снег, и мое сердце в отчаянии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Et mon cœur s'habille de noir Падает снег Падает снег Чтобы у нее были концерты Рядом с творческими людьми должны быть Обязательно вот такие вот девушки Да, наш вроде как труд не совсем заметен Потом когда заходишь в зал Это здрасте В зал заходишь и радуешься Куда мы без вас? Конечно, спасибо Что вы нас тоже оцените У нас есть еще У нас есть такая замечательная песня Пароли, пароли, пароли Русская народная песня Парапароль Это отдельная история Это, знаешь, я закончила Что-то я цепанула Голосовую связь Да, ничего страшного Это бывает такое Редко, да бывает Значит, в 2003 году Коротко скажу Я закончила альбомчик Вот этот вот Который я В буках рожала два года Назвала Пиаф в 21 веке И И журналистка газеты Курьер де Рюси Должна была его прослушать И написать какую-то свою там Статеечку И вдруг она мне говорит А я там слышу Далиду Я говорю Да вы что? А это тогда было Для меня Пиаф было это все Я говорю Ну и пишите, что хотите Она называла статью Пиаф Версион Далида И вот тогда возникла мысль Так Давайте-ка мы что-нибудь споем Из Далиды И вот эту вот минусовку Которая сейчас будет звучать Мне прислали, кстати Из Норвегии, по-моему Он меня нашел в интернете А он фанат Далиды И он мне сказал Запишите ее И пришлите Я говорю Собираю исполнителей Вот кто поет песни Далиды Было приятно Вот он мне подарил Эту аранжировку Ну я считаю, что Слова можно не понимать Но вот Несколько слов Пароль Это все будут подпевать, да? Конечно А там же Какие слова? Что вот Мужчины Только как вы легко Слова бросаете на ветер Слова, слова, слова Итак, поехали Да, пароль Пароль, 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 пароль Пароль, пароль, пароль Пароль, 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 пароль Пароль, пароль Пароль, пароль Карамель, бонбол и чоколад Если ты не существовала уже, я тебе отдохну Спасибо не для меня, но ты можешь дать их дать А другая, которая любит дать на дуне У меня, эмоция, образные собаки, твои resentные , у меня чоколад А больше я infused. Бонкорами, я буду говорить Карамель, карамель, карамель Карамель, ког Warren Карамель, ког Warren Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже красиво, уже красиво Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok